В Северском районе масштабно отметили один из важнейших православных праздников – Преображение Господне. В народе он известен как Яблочный Спас. На площади у Дома культуры и станицы Северской развернулись настоящие народные гуляния. Как только полуденный зной пошел на спад, на аллее и площади развернулись ряды ярмарки, выставки народных мастеров района со сбором благотворительных средств в поддержку участников СВО и их семей. Организаторы сделали множество тематических фотозон на любой вкус. Отдельную развлекательную программу подготовили для детей. Юные посетители праздника рисовали яблоки, разгадывали загадки, кидались плодами и, конечно, ели их. Каждое поселение и многие учреждения района подготовили свои зоны. Немалый интерес подростков вызвали яблочные шашки. Мы решили сделать такое интерактивное мероприятие для деток, чтобы они могли поиграть в шашки. Но не просто, а в преддверии яблочного спасы яблочные шашки. И кто выиграет, получает яблочко как приз. В рамках праздника провели районный фестиваль-конкурс гончарного дела «Живая глина». Принять участие в нем прибыли мастера из Северского и Абинского районов, привезя собственные и работы учеников. Екатерина Червова, например, преподает в Холмской школе искусств. У нас глинина игрушка керамика. Занимаюсь этому около 10 лет. Я ученица Квашина Анатолия Ивановича. Здесь вы можете видеть полканов. Это детские работы моих учениц. А здесь мои работы. Колокольчики, птицы удачи. И, конечно же, наш любимый знак – счастье. Вот он. Обозначает плодородие. И все мои игрушки помечены этим знаком. Известный художник и гончар Сергей Борисовский руководит в Станице Азовской собственной гончарной студией. У него занимаются ребята не только из всего района, но и из ближайших городов. Для успешной работы с глиной мало знать одну технологию. Конечно, должно быть какое-то внутреннее начало. Без него нереально. Потому что я занимаюсь с детьми. Некоторые приходят и говорят – фу, грязь. А другие говорят – глина. С радостью, с ласковым таким произношением. И когда работают, они смотрят на свои ручки и восторгаются. Какие они красивые. Они в глине все, какие красивые. Так что духовное начало в основе. А вот Сергей Чичурин из Станицы Азовской в фестивале не участвовал, но привез на ярмарку работы своей мамы. Женщина создает из глины удивительные вещи. Изделия состоят из трех разных видов глины. И после стадии обжига выглядят причудливо раскрашенными. Это местная глина? Нет, глина не местная. Мы ее заказываем специально со всей России в Визу. Потому что местная глина, мы ее пробовали, она не подходит. Ну, красиво, необычно. Спасибо. Ярким и незабываемым праздник сделали в том числе и работники культуры поселений. Благодарственными письмами отметили активных участников общественной жизни района и подвели итоги муниципальных конкурсов.